Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, потому что долгоденствия и годы жизни и мир прибавят они тебе. Милость и истина пусть не оставят тебя, повяжи их на шею себе, напиши их на скрижалях сердца своего, и снищешь милость и благоволение в глазах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай волю его, и он выпрямит стези твои. Не будь мудрецом в собственных глазах, бойся Господа и удаляйся от зла. Врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих. Чти, Господа, от достояния твоего и от первых плодов всех твоих земных произведений. И наполнится житница твоей зерном, и молодое вино будет переливаться из довилен твоих. Наказание, Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну. Блажен человек, нашедший мудрость, и человек, приобретший разум. Потому что обретение ее лучше, чем обретение серебра, и плоды ее лучше чистого золота. Она дороже жемчуга, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой богатство и почет. Пути ее, пути приятны, и все стези ее мир. Древо жизни она для придерживающихся ее, и обирающиеся на нее счастливы. Господь мудростью основал землю, утвердил небо разумом. Ведением его разверзлись бездны, и облака каплю тросою. Сын мой, пусть мудрость и разум не удаляются от глаз твоих. Храни разумность и рассудительность, и будут они жизнью для души твоей, и украшением шеи твоей. Тогда пойдешь безопасно по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда лежать будешь, сон твой будет сладок. Не бойся внезапного ужаса и бедствия грешников, когда придет, ибо Господь будет твоей опорой и убережет ногу твою от силков. Не отказывай благодеянии нуждающемуся, когда есть в руках твоих силы это сделать. Не говори ближнему твоему, поди, приди опять, а завтра я дам. Если имеешь при себе, не замышляй против ближнего твоего зла, если он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла. Не завидуй насильнику и не избирай ни одного из всех путей его, потому что мерзость пред Господом порочной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а обитель праведников он благословляет. Если над насмешниками он насмехается, то смиренным дает милость. Мудрые наследуют почет, а глупых уносят бесчестия.